Субтитры делал DimaTorzok 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 Хаунд Криппа, здесь вышел Зомби Чо В качестве третьего дропа Плюс он один раз тапнул На следующий ход Как раз вот, да, именно этот ход Уже Белч идет, тот самый Персонаж с Пулигана Я не знаю В чем видно, я просто в этой игре Еще не очень хорошо разбираюсь, потому что Оставлять Белчера, это просто первый раз уже Я комментировал матч, где я точно так же Вот такой уже Оригинальный Пал Оставил в качестве Мулигана себе Сладч Белча вместе с Лотхивом Необычный вариант, сыграет он С Блэнк Уинг В общем, девочкой 3-5, которая бафается Не видел такого Ладно, все Не обращаю внимания, если что, люди отпишут Правильно, правильно Это По ХП, но другое дело, что у него существует Умил вариантов защиты Умил вариантов подефтаться У него есть вариант похилиться По контролю Стал, но правда Халфайк, к сожалению, на данный момент нет Чтобы убрать всю Маленькую Мишуру Но ничего Мне кажется, все это поправимо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но все равно До сих пор получает Достаточно проблематичный стол Который бы очень хотел Заремоварить Ха-фа вместе С каким-либо Какой-либо еще Картой Но вот она Отлично Выбивается У Таунт Следующий ход Я думаю, он поставит Бум Он, это Станцевка Халадин Бума Докр Бума Как раз Это лишняя семерка И У Лока По сути нет вариантов Объективно Все это Расчистить Выключил скайп Точнее, не выключил Дал Звуки Ребят, те, кто смотрят Пишите, пожалуйста Есть ли Проблемы с картинкой Фризли Порой Я Извините, что я так сильно беспокоюсь Просто Это важно Отлично Зашли два Доктора Бумана Две семерки Боже, прекрасный вариант Мне кажется, все больше и больше Начинаю понимать Почему оба они там лежат Оставляю все, что есть Остается По сути С Дивайн Фэй Выходит в лицо Оставляю 4 хп А там хилбот А там Мортал Коэл А там Там даже сало есть Открывает 1 обл Естественно, никаких альтернативных вариантов Поступить нет Сол надо чистить И венчик как раз туда, куда и надо То есть Очень забавное существо Это существо имеет свой Пересмертный хрип Он имеет бабл Теперь оно имеет еще и баф 4-3 То есть Сова снимет по сути 3 бафа как таковых И сделает из нее 1-1 Из этого существа То есть Это как раз Мортал Коэл Хилбот И Сова Это прям Отлично заходит И Именно так На данный момент Лок Мидротман Жить Это единственный По сути Вариант 12 хп Остается В целом Много прекрасных С ними, мне кажется Можешь жить Особенно Если придут Еще какие-то Толстые Хорошенькие 3-6 Ну, один уже Правда, вышел Ладно 3-6 Нет смысла Рассчитывать Но в любом случае Данный Лок Имеет возможность Жить Долго И Успешно Там еще Форсир Скорее всего Лежит Какой-нибудь Мне кажется Порой Что Камера Предоставляемая Нам Игроков Она Не совсем Свидетельствует Реали Что Задумывается Над тем А Задумывается Над тем И хочет ли Он Использует Еще один Кокхама Но это Вред Нет Все Очень Просто Правда Мне вот Не очень Понятно Почему Он сходил Диничкой Когда Там Пустая Бомба По сути Почему Потому что Диничка Может быть Забаф На Баффер 2-5 Бомба Это Какая была 1-1 Так останется 1-1 Потому что Ну Не рек Вот это Здесь Можно Это Заримовать На самом Очень сильно Поехать Ну Как бы Фай Уже Использует Не вариант С 9 Раз Два Три 8 Урона Например Сейчас В Руке У Чеха Если Попадает Лицо Это Летал Тайв Дракона Но Я все Рано Вместе Посходил Лицо Потому что Ну Вряд Ли Что У От Фома Осталось Прям Вот Вся 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 Акомбинация 25 ХП Потому что У него всего лишь Две карты Это Жиденькая Таун У него есть Таун У него есть Таун Под 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 Баблом И по сути Это Гуд Гейм Уплейд Потому что Он Никогда Никогда В жизни Не справится С оружием Более Вот так Вот Понять Почему Пока Я до сих пор Или вообще Послушаем Ребята Что они скажут На поиск Этот счет Хорошо Агро Друид До С Другой До Другой От Другой Вы К Другой И Другой И Другой От Это очень необычная история, это очень необычный лог, это, скорее всего, хэнд, и куда более классический. Сифон в соул, я вчера говорил об этом с пиле, о том, что он не очень нужен при оппозиционной игре, потому что играются большое количество маленьких существ, и же все будет ровным счетом наоборот. О боже, тут еще сталок, что это за колода, он наркоман. Но это будет еще, это будет в два раза круче, если он ее выиграет. Как мне кажется. Так. Все стандартно пока, хороший мулиган, хороший переход в руку маленьких существ. Так. Ну, я думаю, он глядает между, точнее, глядает между, точнее, глядает между, точнее, глядает. Глядал между зомби-чо, глядает между Коррапшен и Коррапшен, а нет, составляет 1-0-4, но неплохой вариант, на самом деле. Именно в данном матчапе позволит не сожрать какое-то важное существо, которое потом можешь использовать исключительно как хочешь сам, а не как хочешь твой соперник. Это хороший вариант, как мне кажется. Пока все достаточно стандартно и... Стандартно и доказывают. Да, это очень необычный хэнд. Очень... Командский, и этот уек классный, прикольный. Никак вариант, можно доставить 3-6. Икейн ставит 4-4, это тоже неплохо. Ну, я думаю, тот проконтролит всю данную ситуацию, благо контроля много и контроль хорошенький. На следующий ход есть у... Ходфон, Дакуин Корраптер. Да, и 2-2 тоже надо забирать. Отлично. А здесь Ториус Сан как раз подспевает, мне кажется, очень красиво. То есть он... Другое дело, да, тут нет практически ни одной комбо-карты, за исключением Dark Bomb. В этом случае не очень хорошо. Не, пойдет, пойдет. Будет ли ставить Shield Bed? Ну, мне кажется, на самом деле можно. То есть у паец еще одна проблема, но мне решили это ставить на более важный момент. Но карта неудобная, карта как бы... То есть это карта ситуативная и неудобная в случае, если... Ну, если ремоалфа уже малая, игра идет долго, ты знаешь все вышедшие и не вышедшие карты соперника, и можно их использовать в данном ключе. Очень интересно, есть ли у него яички в данной даке, у Станцевки. Мне бы отлично подошли бы. Болепа до этого я. Кормили голосом, прекрасно. Просто смотрю на карты, дак в Станцевки. Знаете, Дюк мне похоже напоминает какую-то спорную солянку человека, который недавно начал играть в Хардстоун. Просто, знаете, прошел приключение, вот у него Стаггат, и вот у него новое приключение, миг исследований. И вот там, да, как раз... Не, правда, вдруг у него карта сет. Верно, я шучу, на самом деле. Правда, мне достаточно странно, что он использует 4-3 вместо солушки 2-1. Да, он спилбрекер вместо выема. Прикольно. На четверочку падает. А хуфа это в руке нет. Думает ли использовать что? Ну, он, как минимум, может использовать на самом деле у Яна здесь не так сильно. Как вариант. Ну да. И в лицо нормуль пойдет. В самый раз. Да, дало намного, повредило оно, ну, по сути, там забрало 1-2 на сразь. Там, то, что он дамажил аж Среддера, не очень приятно, потому что Брук Мортал Койла. Мортал Койла у Ход Фоум нет, как мы видим. Конечно, он этого не знал. Но все-таки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Привет, чувак. Тебе привет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Это красиво. Ремоаре lovesjoo, но оно естественно. Основная комбо карта Малигос, она уменьшена по хп, а также уменьшена Алекстрасса. Это выгодно. Теперь с ними есть, что сыграть. х5 зашел бы просто идеально, я вам скажу он бы разрешил очень многие вопросы я думаю, какой-то степени станции его ждет он добавляет огромный крес да, это его, собственно, по сути, вариант сервина лока какой-то вариант посмотрите, он что-то пишет, то жрет, то кушает ой, прошу прощения, кушает, то пьет прикольный парень, мне нравится где-то там у себя на чердаке играет, просто он правда что-то Продолжение следует... 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 То есть все-таки это очень неоптимальный класс Неплохие руки у ребят на самом деле И что сыграть? Ну, благо и колодки-то Наверное, не самые медленные в жизни Думаю, будет рамовать его, да Ставит ли флэнг-тоунг? Да, и на самом деле, мне кажется, нет Мне кажется, его просто надо использовать все-таки с яичком Яичко тут отлично зайдет Созлащение С яичком Яичко тут отлично зайдет Хочет подождать Нет, не хочет подождать Ну, на самом деле, такое использование Не люблю я, когда остается существо, которое способно добить Тотем Тем более, он уже знает о наличии Mind Control Течи в деке Который уже очень неплохо сыграл и показал себе Но все равно он забрал экстрасу, которая в результате делала свое дело Самый лучший вариант, ну, допустим Ну, то есть Многое, что осталось на столе Теперь это можно бафнуть Теперь это можно Ну, я бы на самом деле поставил бы Шредера, а не бафну бы Хотел, не знаю Теперь он Акейблосфит Играет музыка. Не вырубит, наверное, то, что хочет, но все-таки хотел существовать какой-то потолще, но пункт и рандом. Еще один нарк заходит, отлично. Правда, он поставляется под ОЕ, но другое дело, что лфая у станции 1, но и демонов на 2 тоже по 1 деки. В общем, можно рискнуть. Ну, достаточно удобный, на самом деле. Сход помечается. Просто прекрасный. Ничего лучше не придумать. Ну, блин, я тоже шу постоянно. Ну, че, я могу его... Нальчиков... Можно, конечно. Тоже не сделаешь радиус. Ну, на самом деле, я его прекрасно понимаю. Когда я играю в Hearthstone, мне хочется все, на самом деле, успевать делать во время данной игры. Поэтому... Не могу винить одном человека. Вот. Он еще не только живет, он еще и пьет, не поверишь, мне там какой-то сок. Я прям сижу, думаю, завид. Ты подготовился. Поставил там соков всяких разных. Блядь, ничего не лагает, нормально. И фрезит, как тогда, когда... Было, когда ты ушел со стрима, расскажи мне. Важно, потому что, ну, настройки, по сути, то же самое, что и вчера, только... Лишь, что у меня какие-то подлагивания существуют. Когда я смотрю сам уже свой стрим, но я не думаю, что это объективно. Остается 2 дня после Shredder. Снимать за. Ну, нормально, парень большой. Хорошо, спасибо, ребят. Если интересно, могу сообщить, я тебе вроде не было. Первую игру выиграла станцевка Secret 1. С таким мидрейнджем, знаешь, с баучерами. Вот. А вторую игру, вот против как раз вот этого Рено Лока, выиграл от Фом, Локом. Локом комбинационным. Ой, этим. Ну, полигоз. Да он просто, понимаешь, мне кажется, ему руки зайднее, чем. А ему баба, баба будет тискать. М-м-м. Ну, да. Другое дело, не скажешь девушке в лицо, что пизду отсюда, ты плохо кистируешь, потому что ты девушка. Ну, потому что, откровенно говоря, такая есть. Да, совсем чуть-чуть не хватает. Ну, мне кажется, он дойдет до того, что все-таки виден этот под ласт, чтобы заремовались сейчас до Ресана, да, именно это он и делает. Ну, отлично заходит как раз на 5-1. Хоть ли он ремовали 2-3, я не уверен на самом деле. Потому что выгоднее сходить в лицо, потому что карты заканчиваются, какой-то агрессивный, а скипет от Салта же заканчивается, а там, а там хил и... Ну, сами видели, Рано всякий раз. Узнать, в этом случае Рано дошел бы очень хорошо. Ну, то есть он бы просто уничтожил бы шаманов. Но все равно есть Жераксис, на самом деле. Причем Жераксис с демоном. Это выгодно. Не, можно демоном. Да, дем. Да, хороший вариант. То есть в любом случае поднимает хп плюс демон. Плюс что-то можно заремовались, там какой-то таунт или... Ну, да. Думает, обязательно не умнее салфа или тарк бомб. Потому что, по сути-то, в этом океане как контроль, скорее, лежат. И, ну, они будут использованы по назначению в любом случае. И, ну, они будут использованы по назначению в любом случае. Ну, как ни крути, надо все равно дальше выставляться, на самом деле. Ну, хотя, вот думает ли он об этом салфа или нет? То есть, ой, в течение салфа, а шедо флейми. Уже АПО я имею ввиду. Боится ли он его? Это решил, чтобы парень был счастлив и, так сказать, у него все вообще было отлично. Надо дополнить колоном американского сока. Все большое. Занчик, наверное, надо сделать поменьше для реалистичности. Рядом лежит. А вот ход фоум, мне кажется, очень грустный. Нет, шедо флей, шедо флей. Ай. Сейчас, секундочку, ребят. Я не... Легкость не сквантил. Шедо флейми, я имею ввиду, да. Он здесь отлично зайдет. Прям на големчиков. Да, прекрасно. То есть, и как бы там до сих пор остается Рено, там до сих пор остается Хиллбот, там до сих пор остаются... Вон, Аргус есть, да? Поставить Стагата, поставить голема 6-6, и Аргус, он у него сверху дает шат. Реально, две шамана. Просто не сможет выдержать уже эту территорию. Как и поворачь. Ну, он просто не может выдержать вот это все. То есть, надо успеть тогда сыграть, успеть все раздать, успеть получить летал, успеть его реализовать. Иначе попа. Иначе у тебя ничего не получится. И это, и это нормально, на самом деле, в случае с шаманом. Шаманом, который надеется на летал достаточно быстро, по типу Этакова. Ну, я, да, я примерно... Если не грубо, если не грубо, то я думаю о шамане примерно то же самое. То есть, есть, я очень люблю и уважаю ребят, которые умеют данными классами играть. Шаманом. В первую очередь. Ну, как-то вот я не могу пока сказать, что это хороший класс для... Против любого мачапа. Чух, осталось выиграть магом. У него есть на это сколько две попытки, по сути. Да. Причем, одну из этих попыток надо сделать как раз против этого самого шамана. Да, можно... Менять ли друида? Вот с этим мне интересно. Но они же знают карты врагов, да? То есть, они должны знать. У меня, да, колоды, колоды. Они же турниру смотрят в интернете. Они могут посмотреть, чё, 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 кем играл, какими классами. Наверняка там Tempo маг. Там особо иного варианта нет. Не, но есть как вариант Frost маг, но чё-то не думаю. Хотя, на самом деле, он может. Он может. Блин, и у него там весело. Так. Интересно было бы. Я не знаю. Он выглядит, как... Стоит компьютер действует. На самом деле, что-то действует. Я не уверен, что... Пожалуйста, смешайте. Он говорит... Он говорит... Он работает perfekt. О, Господи. Или даже... Апфол. Ну да, и по сути у тебя нет иного варианта. Победить, за исключением какой-то, я не знаю, какого-то адского везения, когда у тебя все придет как надо и ты просто победишь. Потому что ты быстро и хорошо с вовремя выставил карты, а враг нет. Даже без Bloodlust, допустим, можно это сделать, но... Дуэль Титаны. Чаро vs. Чаро, но один из брендов, а второй из них нет. Вы можете видеть... Вы можете видеть... Майхем, который произошел между бедами. Бед vs. бед. Станцивка... Станцивка потерялся. Посмотрите, Савваж. Как условно, они могли играть где-то полчаса назад, тогда просто тот стрим, который идет в интернете, он для них бессмысленен. То есть, просто стрим пускается намного позже. Или вы знаете, вот у них вот эти перерывы в 15 минут. То есть, одна игра закончилась, а другая игра начинается. То есть, в этот же момент. А сам стрим пускает через 15 минут, после вот этого вынужденного перерыва, как они говорят. Вы заметили, что каждый раз перерыв это 15 минут. То есть, он, при этом ребятам онлайн играют. То есть, есть определенный живой фактор. То есть, это легко делается. Просто людям говоришь, чтобы они... Чего стрим пускаешь позже и все больше. Ну, даже на 15 минут этого достаточно. Right. Put a happy tree into that, and we'll be safe. Yeah, put a happy little bed into this room and everything, everything will be good afterwards. You can just put a little smile on that chair. Yeah, and use the Warlock purple to put a little sun in the background, on the horizon. Right, because everybody knows purple is a good sun color. Yeah, it's very original. Very original. It's all in your head. It's only on the imagination. You're just limited by your ideas. Yeah, you can express yourself. The sky is the limit. That's what you like. Yeah, by the way, I'm really triggered when purple is wearing a different color on the shirt than purple. The same goes for orange, you know? Like, green sheep. And blackout, what do you do to them? Do you just kind of freak out as well? Blackout at least wears black, right? But, right. True. Good point. But orange and purple? I mean, come on. When the next thing is not just a horror, why don't you like associate? I mean, I have a question. It's a very deep question. Was the color orange named after the fruit, or the fruit named after the color? No, 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 no. I'm sure this has got to be the answer on the internet, but... Yeah, I'm sure of that. I wasn't really thinking about it. But it's the same question, like, what was first, the egg or the chicken, right? But of course, it's the egg, because it's the evolution, so the egg was first, because there was something before the chicken, that like egg, the egg? Yeah, yeah, yeah. It's an easy question, something quick. Well, it's a plus online. But if it doesn't go back, it's the egg, and he's ready to... maybe he'll get reconnected. Ну, Xus' we need to give some of the eggs because because he's not honest, and there's no more... Oh, well, he's too困難. He's the teacher's kind of like, and he'll see when there's a random guy on the other side, and I think like that, it's going to be right. Yeah, in Minsk. Well, look at. Starladder it's our starladder place. Well, our starladder... I mean, our starladder, well, we're известных for DOT and по Counter-Strike GO и по комментированию. Базируется в киберспорт-арене, в Киеве. Такая там есть. Можно загуглить. Там люди ходят, реальные люди. Даже не школьники иногда. И там даже есть VIP-места, они даже очень дорогие. Даже для больших людей. Больших взрослых, я имею в виду. Вот. Но они немножко сами подустали от своей киберспорт-арены, поэтому последний StarLadder весенний крупный они проводили в, сейчас скажу, в Румынии. Вот. Там достаточно был хороший чемпионатик такой по доте. Ну, по всем дисциплинам. Вот. А сейчас они решили провести с меньшим размахом. Не знаю. Знаете, курс-курс. Вот. Поэтому Минск нормально. У нас как-то... Знаешь, я не разделяю, мне пофиг. Не, я не разделяю национальности. Я человек, который, может, и не прожил в Советском Союзе, но в нем родился. Поэтому для меня все это одно и то же. Оставил того же Шамана. А здесь у нас... Контроль... Как это называется? Контроль-фатик? Ну, контроль, на самом деле. Контроль-маг. Да, адекватный ход. Ну, на самом деле, там пришел из Шок. И это звездец. То есть он его... Я бы его бы использовал. Причем бы... Вместе с ним бы поставил бы еще и Шедра. Четверть монетку, да. Да, согласен полностью. Поддерживаю. Топ-дек. По сути, да. Тосало, но пришло же в тот же ход. Ну, это хоть какая... Ну, блин, должны же у Шамана тоже быть. Небо карты. Я так считаю. Он и так какой-то обездачный. Блин, на самом деле, эта игра может быть очень... Ну, хотя как долгой. Вот, знаете, был бы это немножко... Волепозиционный Шаман. Большим артодромом бы игра была бы очень долгой. То есть, потому что маг морозит это конкретно. То есть, другое дело, что ему больно. Больно, немножко плохо и вообще... Ну, сейчас очень хорошая рука. Парни. Не, реально хорошая. Ты знаешь, даже когда... Ой, нет, это че, какая последняя пара? Сейчас только 11. Это третья пара. А в день они играют 5 матчей. Третья пара. Первый был лайфкоуч с кем-то. Второй док с кем-то. И вот сейчас танцевка Hot Foam. Еще должно быть две пары. Буду ли я комментировать, честно говоря, не знаю. У меня надолго, как вы знаете, ну, замечаете. Наверное, не хватает. Поэтому, ну, я все равно стараюсь. Блин, вообще идеальные такие топ-деки. Ну, не то, чтобы этот топ-дек, как бы. У него что, нечего поставить? Нет, конечно, есть чего. Ну, блин. Заходит отлично. Субтитры создавал DimaTorzok Как фитиль. Я нормально отношусь к фитилю. Я стабильно страдал и очень любил, ну, играть и мироком, и патроном, но стабильно страдал из-за этих дек, потому что фитиль. Фитиль это нормально, это адекватно. Убежайте людей. Фитиль это хорошо даже, как говорится. Я не знаю, как он с этим... Ну, точнее, он никак не сможет справиться со всем этим говном, потому что, ну, ему нужен Твостинезо. Ты в конце играх с экволити, ну, правда. А потому что он всегда дожидается конца хода и постоянно начинает только вспоминать, что пора ходить. Когда фитиль, на самом деле, если ты посмотришь его стримы, он постоянно что-то пытается объяснить. То есть, на самом деле, чувак... Мне кажется, просто он немного перетруждается. Ютгеймилплейт 2-2. Он перетруждается, и сейчас финальная карта это агро Швейз Руиз. Такой, ну, какой-то мидрэндж, я имею в виду, против мага. Вот, да. Он постоянно... Он, знаешь, перетруждается, думает все варианты, все это проговаривает на стриме, и что-то мне подсказывает, что когда он играет даже и турнир... Все то же самое. Вот. Слишком много, да, он перетруждается. Он, понимаешь, он даже... Он даже, вот, когда у тебя есть один ход, одна карта, на вторую ману, он все равно будет сидеть и думать. То есть, и она идеально заходит, но он все равно подумает. Ну, как бы, вообще это логично. То есть, если ты хороший игрок, ты думаешь не на один ход, да? Ну, обычно все-таки, предположительно. Конечно, все зависит от ситуации и прочего, но... Ты стараешься думать не на один ход. И он использует каждый ход, чтобы подумать на... Ход после, 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 после. Мне кажется. Поэтому... У него есть, чему поучиться, кстати. В этом плане. Смотрите, снова куда-то полез. Да на тебе... Ты что, ну вы? Дай тебе банан в руку. Куда ты лезешь? А. А. Так, мне кажется. Ладно, хватит и сделаться. Ну да, как шахматисты. Ну только у шахматистов исключительно математическая игра. Ну, точнее, я бы не назвал ее математической. Это игра на внимание, скорее. Шашки больше математическая игра. Но... Все-таки там существуют определенные простые элементы. По типу, заучить и сделать. И знать и сделать. КС уже разработчиками создан так, что здесь рандом, и он не только в картах, он имеет роль геймплея. То есть он не влияет на геймплей. Это их фишечка, если бы он... Ну, они могли бы от этого отказаться совершенно спокойно. Но они это внедряли с самого начала. КОНЕЦ Да, все верно. То есть у тебя есть уже задуманные определенные ходы и варианты действий. Причем, чтобы прийти к одному и тому же знаменателю в тех же шахматах, подобных вариантов у тебя может быть несколько. Но так или иначе, это все будет в какой-то степени заучено, отработано и вымерено. То есть это в какой-то степени специальное знание, которое надо познать посредством опыта все-таки. Согласен. Да. Поэтому, поэтому над ним ржут. Вот так я тебе скажу. Поэтому над ним ржут. Потому что тебе приходит топдек и все такое. А нахрен я думал об этом? Ну вот и все. Все очень просто. Блин, он отвернулся, вебка сломалась. Ужас. Это не у меня лагает, что это его вебка, это стрим. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. Ну то есть, рено мало кто играл реноуком. То, чтобы это плохо, но это все-таки, мне кажется, не за этим отработанная дыка. Там будет ремовалить. Торзок. 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 bl Caesar. Торзок. карт деку, вариантов-то положить на самом деле, что можно, немного. Если проанализировать деку станцифки, то там у нас кусочек от Малигоса, кусочек от Зу, какие комбинации, кое-какая история от классического Хэнда, всякие вот этот вот, Джараксус плюс, ой, Джараксус, ну да, плюс Alton Giant, то есть это не то, чтобы прям изобретение, но с другой стороны, да, это его деку. Ребят, поломались деки, ой, деки. Посмотрите, блять, они пользуются скайпом, да, и у них поломались вебки. Вот она, вот оно, чувствуете? Ну да, я вообще считаю, что турнирная дека и дека для поднятия ладера, это немножко две разные вещи. Если в первом случае тебе нужно очень сильно удивлять, и твоя, ну, степень удивления противников зависит напрямую от винрейта. То есть наоборот, винрейт зависит от этого. А здесь же... В случае с ладером ты, наоборот, должен выбрать наиболее оптимальный вариант, который будет работать против всего и вся. И это нормально. То есть наоборот, винрейт зависит от этого. А здесь же... Прощение... А, все. Сделал. Честно, мне кажется, это очень скучная игра. Первая причина, потому что Android не вышло быстро, а... А причина, это просто вот... Ну, вот этот вот контроль-маг. Потому что я не знаю, то есть... Я бы искренне не советовал играть такой, так как контроль-маг в ладере, потому что, ну, каждый раз ты должен, по сути, полностью сжимать все карты соперника. И только на этом фоне пытаться выигрывать за счет, скажем, далеко не самых лучших тушек, в виде кучи белчеров и хилботов 3-3, 3-5, ну, такое. Другое дело, это более-менее стабильная атака. Все это знают, но все-таки нет. Конечно, заходит мемстрайк. Падает, очень неплохая карта, но она не вовремя. Она фигня. Но в целом, да, неплохо. Ну, надо ремоальду у Рисана. Потому что... С другой стороны, там, три карты, которые сам уже не так себя хорошо покажут, в любом случае. Копатель МАК? Почему это Копатель МАК? Это Фатиг. Стиль деки Фатиг называется. Когда ты долго терпишь и терпишь еще раз. Но, по сути, это контроль МАК. И именно по таким названиям он появлялся, когда он появился на haspawn.com. Появился он вместе с картой Дупликейт в обновлении Goblins and Gonomes ровно год назад, получается. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну я вижу, да, я вижу это с кровей в руке, но пока мне не кажется, что он решает все вот эти деки, он изменяет ее Блин, это вообще очень классическая рампа, такое ощущение, будто хотхом не обновлял свою деку друида со времен очень давних Просто осознательность Слушаем, ребята Я думаю, что, когда вы не знаете конкретные лица, они практически играют очень хорошо против большинства, особенно с друидом Это кажется, что что-то важное факторе в том числе, когда это касается от Хватформа и Сивкат 2 Я любил Маге, но это было довольно нестабельно против Лифкоуд, но это показало меня ошибочно против Ходформ. Таким образом, мы посмотрим, как это происходит на день 2 с Станом. Да, интересно, если Маге может получить победу против других игр в группе. Ну, то, что ты пытался донести, заключается... Я не знаю, зачем я это делаю, потому что я не знаю как его с английским. Я верю в то, что вы его все хорошо знаете, но в целом все очень просто. Товарищу Лотеру понравилось очень, что как играл с Танцивкой, но платформа мог лучше. В какой-то степени здесь было невезение. И они с удовольствием посмотрят в завтрашний день для того, чтобы посмотреть, действительно ли Танцивка лучше. Там много людей вообще, вообще ли лучше. Я, к сожалению, не дословно переводить особо не умею. Ну, то есть... Могу только своим сландам предсказать. Может, извините, есть то что... На самом деле... Закон! По-моему, да Да, это его история с Узом Уз это слезняк, если что, который Сушку уничтожает По-моему, да По-моему, это все-таки его А вот А вот Лоттер это игрок И причем Ноксис Он не является каким-то Серьезным киберспортсменом Проигроком и вообще Ну, то есть он больше стример И, честно говоря, он Он сейчас стал, по-моему, в чем-то, но не столь уж сильно Столь уж хорошо выступал И вообще, а вот А вот Лоттер он выступал, но тоже Ну, то есть, блин, скажем, очень просто Везде и всегда Комментаторами становится, потому что Не игроки Скажем так Ну, как бы это мое Не, ну это не всегда значит, что это Хуже или лучше кому-то Кому что Мне тоже сейчас, на данный момент, больше нравится, наверное, комментировать Чем не смотреть вот так вот Какие-то серьезные игры Чем Самому играть К сожалению Ну, те Субтитры сделал DimaTorzok